Всем привет и прямого просмотра. Продолжаем мы проходить FIFA 20 за Купу Форта Сити. Мы очень хорошо начинаем отрываться от наших лидеров, точнее от нашего. Может даже в этом сезоне не шанс хороший, чтобы победить в этом чемпионате. Но это со мной не факт еще. Все еще впереди у много игр и все остальное. Ну что, пропускаем они. Нам дает очень много времени отдохнуть. Наверное тут сборные играют, в которых мы не участвуем. Я больше никогда не участвую, в данный момент не участвую. Можно сказать сборных. Так, что у нас? У нас по поводу обновления наших молодежи, да? Вот это более-менее потенциал может быть хороший. Ну не факт. Ладно, подпишем его, там посмотрим. Нет. Это мне не надо. Так, обновление, еще один. Так, положим по поводу игрокам. Да, мы продаем, продаем, так и не продадим его. Очень непросто. Я принимаю, я принимаю все. Любует солнце. Даже за 500 тысяч я его продавил. Но он не покупается. Потому что у него слишком высокая, можно сказать, зарплата, которую случайно я дал. Так, тут что у нас? Правый полузащитник. Нет, конечно. Подожди. Что за правый полузащитник? Что-то не понимаю я. А, он имеет 79. Вот чего. Вот и у нас. Вот так вот. Поближе его поставим. Поближе его поставим. Составом потом будем разбираться. По составу. По составу потом будем разбираться. Ну что, погнали опять по календарю. И мы наконец играем. Та, переговоры. Удалось, понятное дело. Ладно. Переходим к составу. Так, следующая игра у нас будет, если не ошибаюсь, Лига Чемпионов. Даже не знаю. Может таки оставить такой составчик. А правого поставить того. Хочу попробовать. А тут вообще против Вейерпуль. Ну сам нашла. Пусть будет. Что у нас. Защитник тоже давайте поставим. Опорник. Ладно. Выпускаем так. Посмотрим, что будет у нас. Можно сказать, в следующем матче. Как игроки отдохнут и все в основном. Ну мы выпускаем те, которые играли у нас. Например, лиги. Давайте другим все-таки дадим погонять. Все-таки у нас правок слишком много. Получает то, что мы от следующего года, если что, можно обменять какого-то игрока на другого игрока. Если правый такой очень хороший оказался у нас на самом деле игрок. Конечно, так без тренировки-то. Ё-моё, блин. Я тут уже промазал. Оффсайд уже. Снова офсайд. И мы забиваем. Замечательно просто. Очень плохо. Футбол зовет. Всем привет, кто проводит свое время в FIFA. Работать для вас сегодня, как и всегда, будет основной комментаторский состав. С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Английский футбол высшего уровня сегодня в прямом эфире на ваших экранах. Очень большое ожидание от этого матча. Какие у тебя ощущения насчет сегодняшнего матча, Георгий? Вот честно говоря, у меня ощущения очень хорошие. Команды неплохо готовые, здорово смотрятся в атаке. И я предвкушаю хорошую результативную игру. У сегодняшних хозяев лучшая защита в лиге. Ну, хороший тренер знает, что любая победа добывается в том числе и за счет грамотной обороны. Здорово. Он, конечно, поработал с командой. Константин, хотелось бы услышать твои мысли о сегодняшних хозяинах. Эта команда является одним из фаворитов в борьбе за чемпионство. И чтобы подарить себе и своим болельщикам титул, надо продолжать показывать такой же классный футбол. И вот мы видим состав хозяина. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки, вывести центрального нападающего на чужие ворота. И вот мы видим состав хозяина. И вот Ливерпуль. Любопытная расстановка. Вряд ли это три частных формы. И один из них игрок без определенного места на поле. Это такая ложная девятка. Ну что, матч начинается. Мы на своем поле против Ливерпуля. Первый удар по мячу и игра началась. И простой соперник. Мы находимся в девятом таблице. Погода не очень хорошая для меня, моей команды. Обычно нас не везет особо. Вот если бы этот пас прошел, было бы очень опасно. Матч выиграли. Это замечательно. Все возможно будет у нас впереди. Просто великолепно он в этой ситуации разобрался. И мяч перехватил. Это девятый тур. Девятый тур пока ничем дает. А еще вперед мяч. Теряют они мяч. Может все изменится. Опа, и мы проиграем в борьбе. И что дальше тут будет? Опасно мне может только у нас в борьбе быть замечательно. Блокируемый. И тут у нас удар по воротам. Воротар забирает себе мяч спокойно. Не заморачиваюсь. Пока я никого не вижу. В нападении не точный пас. Отлично он играет на перехвате. Очень хорошо игру сейчас прочитал. Атакующая комбинация Ливерпуля. А тут оффсайд. Слишком поторопился игрок. Залез в оффсайд. А тут оффсайд по спадам. Замечательно просто. Пропадение. Ръем в оффсайд. Да и е мае... Куда такие пасы давать? Интересно куда дальше мяч пойдет? Оффсайд по спадам. у нас под кого не было сыграно но нарушение значит было первое решение думаю самый же не бляжа человек сейчас на трибунах это судья болельщики конечно не довольны его решение штрафного искать больше думать о наших можно сказать я сразу не будет травм чем меньше травм чем лучше для нас на самом деле ну что продолжаем дальше матч и думать пока у нас ничего не получается как у иерпуля мулачок у ворот не бываем очень хорошо себя показывать может и дождя и разгадали замысел соперника они и завладели мячом вас и как он дальше в чем распорядиться ходит мяч у них хорошего ворота это пол он конечно пойдет на пользу этой встречи мне кажется сейчас мы увидим более открытый футбол гол у него получился что надо мастерство он в полной мере продемонстрировал в этой атаке не стало расставаться с мячом иначе бы можно было потерять темп в этой атаке а так он все сделал самостоятельно и шикарном стиле отправил мяч все команда повела в счете тренер буквально расцвел на глазах 1-0 сейчас будет веселее поздравляем игрока так у нас снова вас происходит ливерпуля такую через фланг и можно развить эту атаку там свободной зоне мяч в центре штрафной литвы отмечет начинку взял мяч ход на угловой давайте еще раз посмотрим как был забит мяч который вывел команду вперед прекрасно хороших уголов штрафную мечу сильный нацеленный удар в район правой стойки такие редко берутся я так не посмотрел из какого он гол забивает у нас наши два конкурента ну большинство конечно разыграть угловой решили через пас по флангу сыграть и все остальное играют они в пас очень ценный игрок тоже по мнению лазерна вне игры находятся нападающие но не знаю мне так не показалось не знаю как линейному арбитру удалось и фиксировать оффсайд но ведь он оказался прав лепы у нас пасы и я же не мяч вас расспасовочку на сегодня матч очень плохая задача наверно хорошо может атака пойти дальше есть на кого сыграют всегда к вверху азает он передачу играет запись они могут и опасно и мяч травмой рот и тут у нас отличный момент спады здесь он сыграл антиза спасение и это полевой игрок снова просто удара сколько было при этом пока все слава богу да кто-то пас не лепут не понятели все в оборону тел а ничего страшного даже играет он на партнера переход супер мяч наш отдавать мяч нужно есть кому мяч в зоне атаки давай что-то там хорошо увидел партнер впереди вот и можно пить пацан а что такое судья поднимает флаг вне игры если пугу отлично была возможность для ремонтативной атаки но арбитр поднял флажок и зафиксировал положение в ней же сидит наш удар от ворот давайте посмотрим как это будет происходить и есть вариант защитнику был вы видели какой косяк был только что мы вы там привести не все пока что получается лишь в этом матче хотя времени конечно еще предостаточно чтобы изменить результат в свою пользу это не просто складывается для ливерпуля соперник смотрится посолиднее и доказал свою состоятельность счетом на табло но и в первом тайме еще есть время чтобы попробовать что-то создать да и второй тайм еще полностью впереди плохо исполнен на мяч будет введен в игру ударом от ворот они следующую игру лестера будет а у нас играет следующий лик чемпиона будет будем играть в лик чемпион групповой этапы последний наш соперник 3 со всеми уже поиграли там по кругу пойдем и что дальше тут будет нужно забивать так как удар в штанголку какой подминку отлично выносит гол он спасает команду как он так и залетел так шанс был очень хороший чтобы закрепать второй гол и уже более-менее уйти к себе катают они мяч опять удар брата спасает и мяч куда угловой да я так понимаю это последний шанс в этом эпизоде это главное забить гол как тренер переживает этот промах при том что его команда все-таки еще выигрывает подали мяч с углового а в центр штрафной потери и мяч у соперника понятно все один ноль после первого тайма замечательно первая половина встречи позади и хозяева пока выиграть да тут ничего удивительного действительно команда показывает очень сбалансированную игру и если чуть-чуть еще поднажмут то считай победа от них никуда не уплывет ну шо господа переконка втором тайме теперь ливерпуль у нас ливерпуль проигрывает после первого тайма посмотрим как долго такой расклад сохранится во второй половине да вторая половина сейчас у нас больше точнее время появилась его зима ливерпуль атаку через фланг и можно развить эту атаку пробил мимо однако нервы соперником пощекотал они чувствуют что ответный гол где-то рядом и ищут возможности чтобы забить и сравнять счет посмотрите на реакцию тренера еще бы такая прекрасная возможность сравнять счет никвас зюль играют они в пас интересно куда дальше мяч пойдет отдает он мяч партнеру они давай ну момент ну здорово на удар накрыл угловой приятный бонус когда ты и так выдержать тут соскочил скорее всего мяч не он был слабый ничего не сделаешь мяч летит в центр штрафной опасно но мяч мимо адреса проходит не дали они времени на начало атаки сопернику и тут же мяч забрали обратно и есть поддержка у этой атаки отдает он передачу и очень громко сейчас на стадионе и попробует забить после этого углового преимущество у нас но все равно же самое скопы игроков блестяще и с мячом он идет вперед играет в пас команда давай из-за поворота промахивается игрок ну что на сегодня все шансы свои использовал нет но сейчас промахнулся потом забьет если конечно ему оборона позволит эмоционально реагирует тренер на этот промах но его команда все еще ведет в счете в один мяч хозяева очень уверенно мяч контролирует в последние 15 минут они прекрасно смотрятся и главное это не пустые цифры а реальные моменты которые они раз за разом создают у чужих ворот что было я даже не понял что произошло ну что угловой есть угловой давайте зайдем в меню все таки давайте цапа поменяем и опорника пока все пока достаточно ничего не будет менять будем играть таким составом пока он один номер убеждаем куда-то там побоя будет после этого выноса не один а сразу два игрока появляются на мяч летит центр штрафной не получилось мяч выбить все еще опасная ситуация и как он дальше мячом распорядиться играет он на партнера и что дальше тут будет что он может приду на ее вам сейчас понятно дело ничего у нас не вышло и мяч уходит хорошим в отборе мяч в аут уходит а вот понятное дело очень жалко арнор сигурдсон лукас пакета опасный момент катают они мяч ну как у нас народа как у магнит игре вратарь угловой заработал ливерпуль пока счет 1-0 он так мяч направлен и получилось вынести мяч по-прежнему опасно может быть наш нападающий проигрывает в борьбу интересно куда дальше мяч пойдет хорошо чем ничего религия здорово сыграла защита не прошел этот удар и бред без мяча стою за ней перепад шутральный плане они проиграли проигрываются шутки 0 за мной не молодцы пас на ход может быть интересно игрок поспешил залез во все да да видно было что тут ассайд будет даже думать ничего четверть часа еще играть команда так навес отдает он мяч партнеру прорывается он с фланга еще не отличный вынос ну пас на мяч появляются свободные зоны самое время контратаковать не получилось контратака соперник успел сесть в оборону будет навес понятно пас момент уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом стадион захлебнулся буквально в эмоциях непередаваемый накал ключевой момент игры сейчас наступает да тут еще момент еще момент ты е-мое какой слабый удар такой мяч еще в игре как очень слабый удар отлично защитник играет мог бы забить гол замена в составе ливерпул поездки к подать могут хозяева отдает он передачу и есть на фланге игрок ее вот это да отлично сыграно В основном время истекает через шесть минут. Добрым хован сейчас судью на трибунах точно не вспоминают. Был тут пенальти, по мнению болельщиков. Ливерпуль атакует через фланг. Я убираю, почему не без понятия. Смещается в центр, ищет возможность для удара. Отлично игрок заблокировал этот удар. Мяч не смог это сделать. Входит мяч у них. Ливерпуль свечом остается. И вперед он идет. И мы пропускаем. На 89-й минутику мы пропускаем. Можно и с тренером радость забитого мяча разделить. Почему бы и нет? А что мить просто? Все-таки Ливерпуль нам забил. Было, видно было. Есть счастье в этой жизни. Есть в этом мире место чудеса. Да, защитники, похоже, уже слишком уверовали в победу. И расплата не заставила себя долго ждать. Обидно. Могли тоже забивать. Но, увы, Ливерпуль может сейчас взять. А ну, очков у нас. Четвертый гол. Поздравляем. После ответного мяча у нас 1-1. Вот что-то тот матч у нас тоже был такой. Три минуты будет на фон. Слушайте, какая культура паса все-таки. Теряем мяч всего. Три минуты, господа. Три минуты. Успеем что-нибудь придумать или нет? Без понятия. Три минуты, господа. Игра остановлена штрафной. А пас момента опознает. Играет он на партнера. Ну, давай, беги. Ну, что ты будешь делать? Еще один удар. А если еще забили бы. И все еще равный счет. Да, гол на последних минутах. Мог бы все здорово изменить. Тренеру момент тоже понравился. Он приободряет команду. Нужно продолжать делать то же самое. И гол обязательно придет. Самое скопление игроков. Здорово сыграл Кокипер. Ни шанса не оставил. Все, свисток. Ничья. Закончился матч. И закончился он в ничьем. Ну, что, основной ток сегодняшнего матча. Футбол состоится в любую погоду. Сегодня мы увидели футбол. Действительно, игра получилась очень веселая и насыщенная. И погодные условия никак на результат не повлияли. Сыграли действительно очень хорошо. Поздравляем. Поздравляем. И как он дальше мячом распорядился? Первая ничья в этом сезоне. Это было понятно. Потому что должно когда-нибудь прийти, на самом деле. Ну, что. Голов 1-1. Ударов 7-12. Ударов 5-8. Младенчик 54-46. Докончаем 5-10. Нужен 1-0. Обсайдов 1-3. Уголов 4-3. Тошный удар 7-1-66. Тошный пас 8-7-8-7. Блин. Тошного паса у нас фрам мало. Но все-таки мы смогли отыграть проценты. Так, проводит безыгрышную серию. Один из ноль последних матчей сыграл еще лишь один. Матч против Рипури. Мы выиграем следующий матч, чтобы продолжить нашу серию. Гол, который клуб 1% забил в последней минуте. Гулятори входил в вашу план. Как вы оцениваете этот матч? Это футбол. Тут самое случается. Такое случается постоянно. Мы не будем долго переживать за результат. Это же понятно. Считается команда лучше, чем сегодняшние соперники. И поэтому многие ожидают побед. Получше такое ничью комментируют. Да, сегодня Пашони по плану. Верпы молодцы. Хорошо играли. Вынесем это урок и будем двигаться дальше. Спасибо большое за вашу пользу. Это все вопросы, которые у нас есть. Ну что, замечательно. Вот такой у нас матч. Так, следующий лигой чемпионов. Мы тут ничью сыграли. Ну, давайте рассчитаем наших игроков. Нападающий у нас получает... 68, да? Это я не считаю, да. Поздравляем его, 68. Общего. Ну что, увидимся в следующей серии уже. Давайте зайдем на таблицу, посмотрим, полюбуемся. Ну, там первый, в любом случае, будем первый стоять. Тут, как ни крути, но все равно ж... Одно очко, два очка мы потеряли. Ну да, ничего страшного здесь не изменилось. 19, 19, 18. У нас она ничья, 27, 6 пропустит, 21. И 6, 6, 4 команды находятся топ-4. То есть, все 6 пропустили. Офигеть просто. Мы больше всех пока забиваем. 25 очков. Из 25, 19, господа. Это... О чем я имею? 6 очков. Это две игры. Впереди у нас две игры, которые в запасах. Ну что, на этом все. Увидимся в следующей серии. Другие програждения. А в следующей серии у нас Лига чемпионов. Всем удачи вам. И пока.